Здравствуйте, друзья мои! С вами Шамов Дмитрий. Сегодня 31 октября, а это значит, что во многих странах мира отмечают праздник, называемый Хэллоуин. Отмечается он в канун Дня Всех Святых. Праздник зародился на территории современной Ирландии и Великобритании и преимущественно праздновался в англоязычных странах. Однако американизация, глобализация и другие страшные слова сделали свое дело, и в итоге Хэллоуин справляет как в России, так и в Азии. А я вам сегодня расскажу о том, что из себя представляет Хэллоуин в Японии. Сразу хочу сказать, что хоть в Японии две религии, синтоизм и буддизм, которые тесно переплетаются и дополняют друг друга, японцы все равно празднуют любые праздники, хоть католические, хоть какие, потому что это весело. В Японии к религии вообще особое отношение, но об этом в следующий раз. Так и Хэллоуин в Японии празднуют только потому, что это весело. У японцев есть свой собственный праздник усопших – Обон. А вот Хэллоуин – это просто возможность нарядиться в какие-нибудь костюмы, оторваться с друзьями в клубе или ресторане и просто погулять до утра. В сам смысл Хэллоуина никто не вникает и не будет. Главное, чтобы не напрягало, как говорят мои друзья-японцы. Я не буду вдаваться в подробности самого праздника и как, что делается, а просто расскажу, как его празднуют в Японии. Уже за месяц до праздника магазины и витрины начинают украшать тыквами, привидениями, различными монстрами. Причем они все достаточно милые в японском стиле. Каваи, так сказать. Девушки начинают искать костюмы, в которые можно было бы нарядиться. Благо в Японии есть все, что угодно для косплея. Парни тоже, кстати, активно косплеят. Однако вы редко увидите взрослых японцев, которые как-то наряжаются на Хэллоуин. Все-таки это больше праздник для молодежи. Также Хэллоуин не является выходным днем, поэтому многие просто в этот день работают, а после трудового дня пропускают с коллегами по пару бокалов пива. Те же, кто решает оторваться в Хэллоуин, сначала идут с друзьями под вечер гулять по улицам, ходят в рестораны, пьют пиво прямо из банок, сидя где-нибудь на лавочке, а уже потом к ночи отправляются в какие-нибудь клубы, где зажигают до утра. Если в Хэллоуин пойти в ночной клуб, то процентов на 70 людей точно будут в костюмах. Очень редко используют действительно страшные маски монстров или каких-нибудь привидений. Девушки обычно выбирают каких-нибудь чертиков, медсестер или ведьмочек, потому что это мило и сексуально. А парни зачастую изображают зомби, вампиров или пиратов. Также большой популярностью пользуются косплей аниме персонажей или героев компьютерных игр. Да, в Японии очень популярны пираты Карибского моря, поэтому иногда концентрация джеков-воробьев на квадратный метр просто зашкаливает. И в Японии, как известно, культ еды, поэтому во время Хэллоуина продаются печенье, конфеты, кексы, мороженое и все, что только можно на тематику праздника. Скупают это все чуть ли не со скоростью света, поэтому такой праздник это еще и хороший шанс навариться для предприимчивых бизнесменов. Стоит сказать, что никто не ходит в костюмах по чужим квартирам, выманивая конфеты. Все-таки японцы уважают чужую личную жизнь и навязываться не станут. И именно в Хэллоуин можно купить нормальную целую тыкву, а не порезанную на кусочки и расфасованную в упаковке. И также из-за того, что ночью множество людей возвращается с клубов, на улицах просто огромное количество такси, которые повышают цену за проезд в два раза. Если в обычный день таких машин половина, то в праздник дешево доехать не получится. Счастью, на лобовом стекле всегда написано, если цена двойная. Даже если вы не знаете японский, то цифру 2, думаю, узнаете. Если вдруг приедете в Японию в канун Дня Всех Святых, то советую сходить в какой-нибудь ночной клуб, потому что получите массу положительных эмоций. Надеюсь, видео вам понравилось и было интересно. Обязательно подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и ставьте лайки. До встречи в следующих видео. До свидания. Также, если вам нравятся аниме и манго, то подписывайтесь на канал моей жены, она рисует потрясающие арты. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!